Интересно то, что раньше здесь было дно мирового океана, примерно 200 миллионов лет назад. Если вы будете рассматривать камешки, среди них вы можете увидеть уникальные экземпляры. Например, камешек с отпечатком рыбьего плавника, или вот такую вот ракушку, которую мы только что нашли. Представляете, вот этой ракушке 200 миллионов лет, а за моей спиной самый высокий водопад. Это просто уникальное место. О семье Рерихов я узнал еще в раннем детстве. В домашней библиотеке стояли книги по огне-йоге. Тогда я их открыл и, сломав мозг, закрыл, благополучно забыв об этом учении на много лет. А ведь и культурное, и духовное наследие этой великой семьи трудно переоценить. Поэтому мы не могли не заехать вверх Уймон. В этом доме в 1926 году проездом останавливались Рерихи, изучая тайные уголки Центральной Азии. На неделю этот дом известного Уймонца Варфоломея или Вахромея Семеновича Атаманова стал центром экспедиционной работы. Здесь же написаны многие главы из книги учения живоэтики «Община». Человек, имеющий внутри нечто, то, что Рерих говорил, называл светом, он неминуемо начинает его проецировать в мир. Он должен его проецировать в мир. В общем-то, это и есть миссия человека – отдавать то, что есть в нем свет. Если это красота и свет, проецируя мир, каждый человек в своей профессии, в своем хобби, в своих устремлениях делает красивое, доброе. Педагог в педагогике, архитектор в своем деле, учитель в своем. Однако часто мы не готовы выражать свою духовную, божественную природу, считая себя просто людьми, которым нужно просто родиться, просто продолжить род, заработать как можно больше денег и умереть. А тем, кто верит в Бога, после смерти попасть в рай или, что вероятнее, в ад. Поскольку церковь нас учит, что мы грешны уже по факту своего рождения. Рерихи несколько иначе видели смысл жизни человека и его взаимоотношения с Богом. Так, например, на наше вечное желание второго пришествия Христа Рерих отвечал, что Христос или Бог придет внутри каждого человека в процессе осознанной духовной работы под руководством духовного учителя. Впрочем, это полностью совпадает с тем, что говорил 2000 лет назад сам Иисус. Жаль, что отцы церкви эту архиважную истину извратили, сделав из Иисуса идола и единственного Сына Бога, а главным символом христианства – крест с распятым Христом. А ведь если мне память не изменяет, а она мне не изменяет, Иисус вознесся. Но мы же оставили в памяти его смерть. Странные мы. Поблагодарив Татьяну за экскурсию и прикупив несколько книг, мы поехали дальше. После музея Рериха мы заехали в Усть-Кан. И в Усть-Кане, если вы будете, обязательно зайдите в эту столовую. Называется «Наша кухня». Здесь невероятно вкусно и какие-то просто фантастически низкие цены. Пообедав, мы поехали к границе Республики Алтай и Алтайского края, в местечко между селами Черный Ануй и Солонежное. Сейчас мы пойдем в Денисову пещеру. Эта пещера крайне известна во всем мире. Известна она в основном тем, что в ней был найден третий тип человека. Это очень важное спелеологическое и научное открытие для всего мира. Пойдемте посмотрим, что в этой пещере такого особенного. О, какая страшная пещера! Какая страшная пещера! Здравствуйте! Оплачиваем экскурсию и поднимаемся по деревянной лестнице в пещеру. До недавнего времени в мире у нас было известно две колыбели человечества, человека современного типа. Это пещера Кроманьон во Франции и долина реки Нендерталь. И уже сейчас к этому списку добавляется и Денисова пещера на Алтае в России, где впервые были обнаружены остатки вот этого Денисовца, Homo sapiens altansis. И уже переписываются учебники истории, биологии. Говорится о том, что оказывается, в тот рубеж времени, 50-30 тысяч лет назад, существовало не два подвида человека, как всем было известно ранее, а их было минимум три. Экскурсия длилась примерно час, может чуть больше, и за это время Анастасия рассказала нам очень много интересного. Поэтому, если будете здесь, не пожалейте денег на экскурсию, потому что тут нужно скорее слушать, нежели смотреть. Когда мы планировали нашу программу поездки по Алтаю, то одно из мест, которое мы хотели посетить, это водопад Седая Борода и музейная пещера. И мы хотели найти человека, который бы нас туда проводил. Я воспользовался обычным способом, которым поступают все, вбил в поисковую строку гугла Седая Борода и музейная пещера. И нашел телефон человека, которого зовут Константин. Я позвонил, по телефону спросил, Константин, где вас найти? Он сказал, спросите, говорит, в магазине. Единственное, ваш нашли. Где вы найти? Сейчас позвоню. Приехав по указанному адресу, мы не нашли хозяина. Поэтому, подождав немного, решили, что сами справимся без экскурсовода. Отъехав на пару-тройку километров от деревни, мы встали на ночлег. Один раз мой друг со своей девушкой ставили вот такую палатку. Отвечаю, они устроили такие прыжки с шестого. Они вообще не могли понять, что куда засовывать. Мы сегодня нас снимают, а мы дрова оттаскаем. Экспектно-патруль нам! Приехать на Алтай и не пожечь костер, и не переночевать в палатке, мне кажется, это большое упущение. Ну, собственно, мы это упущение решили не делать. И приехали с палаточками, вот разожгли костер, варим супчик. Девушки пока там собирают дрова. Но мы их сейчас будем развлекать игрой на барабане. Гитары у нас нету, зато есть классный африканский инструмент. А ночью мы слышали очень странные звуки, от которых было как-то не по себе. Ночью моралы орали, кони орали, коровы орали. Было страшно, мне было страшно, кому-то было интересно и весело. Но в целом мы провели отличную ночь, и теперь мы бодры и полны сил идти на водопад. На легковой машине можно проехать некоторое расстояние, но потом все равно надо будет идти пешком несколько часов. Причем часть пути по очень непростой дороге, которая в дождь превращается в непроходимое и даже опасное месиво. Подождите меня, я по бамбукам тут, бамбукаю вот такой. Жесть! Как будто бы в тропиках. А еще я уже давно думаю о том, как мы будем по ней подниматься обратно. На реке Шинок каскад водопадов, один из которых сейчас под нами. Называется он ласковый мираж или расцепной. Примерно полукилометре выше по течению от него расположен второй водопад, также имеющий два названия – йог или двойной прыжок. Редактор субтитров А.Семкин Третий водопад появляется из-за поворота реки неожиданно. До этого его скрывает от наблюдателей скала и густой лес. Вероятно, поэтому одно из его названий – Потаенный. Это самый крупный водопад в каскаде, а также крупнейший из водопадов Алтайского края. За моей спиной вы можете увидеть Шинокский водопад. Это один из каскада трех на реке Шинок. Интересно то, что раньше здесь было дно мирового океана. Примерно 200 миллионов лет назад. Если вы будете рассматривать камешки, среди них вы можете увидеть уникальные экземпляры. Например, камешек с отпечатком рыбьего плавника или вот такую вот ракушку, которую мы только что нашли. Представляете, вот этой ракушке 200 миллионов лет. А за моей спиной самый высокий водопад. Это просто уникальное место. Отвесные скалы прорезают узкий мощный поток воды, низвергающийся с высоты 72 метра. У этого водопада множество названий. Большой, Шинок, называют его и жирафом, и даже седой бородой. Выше этого водопада есть дикое, редко посещаемое туристами ущелье, однако там есть еще шесть водопадов высотой от 2 до 6 метров. Но мы туда не дошли. Зимой Шинокские водопады замерзают и являют собой картину не менее впечатляющую, чем летнее буйство воды. А вот что очень огорчило, так это свинство некоторых туристов. Вот что должно быть в сознании человека, который видит эту красоту и тут же бросает мусор. Людину так же нельзя. Музыка Обычно обратная дорога занимает меньше времени, но поскольку здесь все время надо было идти вверх, мы жили почти те же 2-2,5 часа, что и до водопадов. Подбадривая себя тем, что совсем скоро мы опять поедим в кафе в Усть-Кане, где цены, кажется, замерзли лет так 10 назад. При этом вкусно, как дома. Дорога Хоббитов. Тяжелый путь. Тяжелый путь домой. А теперь подсчитаем, во сколько нам обошлись эти два дня на каждого. Дорога с Мультинских озер 240 рублей, питание 400, проживание 0, экскурсия в музей Рерихов и Денисово пещер 180. Итого 820 рублей на каждого. Смотрите в следующей программе. Вчера по дороге Шинокских водопадов мы решили немного пересмотреть план нашего маршрута, потому что очень устали от постоянных восхождений, и спусков с гор, от ночевки в палатке, и хотели немного комфорта. Поэтому мы решили приехать на Бирюзовую Катунь. Коран. 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 И все виды развлечений на озере Ая. Это озеро окутано большим количеством легенд, и одну из них я бы хотела вам рассказать. У нас сломался квадроцикл, за которым почему-то ехала я. И мне кажется, это не связанные вещи, но так случилось. Это одна из самых длинных, если не самая длинная, канатная дорога или канатный спуск в России. Вот сейчас я буду лететь, как птица. Лететь и гадить. Полетели? Подписывайтесь, друзья, на наш канал, ставьте лайки и пишите свои вопросы и пожелания в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!